Последний месяц весны в городе над Бугом главенствует ручной мяч. И символично, что фестиваль гандбола – новый формат турнира памяти заслуженного тренера Беларуси. Анатолия Мешкова открыли именно ветераны. Знаковые игроки из Бреста и из Минска – чемпионы разных лет с опытом и прежним азартом. В отличной форме и в этом усомниться сложно. Уже в первые минуты игры спортсмены задали серьезный тон. Мы и ранее встречались на разных турнирах. Вот Брест, Минск, Малагита, Горки много. Но в связи с последними коронавирусными делами турниров стало намного меньше. И поэтому мы очень обрадовались, удовольствие приняли приглашение от Брестской команды поиграть вместе. Каждая игра – это волнительная вещь, потому что выходишь, совершенно не представляя результата, как там будет, все будет понятно в процессе игры. В любительской Брестской команде многие воспитанники Анатолия Мешкова, которые осваивали школу гандбола под руководством легендарного профессионала. Они уверенно держались на протяжении всей игры и доказали два тайма по 30 минут. Задача по силам. Для нас это прежде всего даже не какой-то результат спортивный был важен, а возможность пообщаться, поговорить, что-то вспомнить. Больше всего это просто увидеться со старыми друзьями, знакомыми, даже брестскими, минскими ребятами. Сегодняшние ветераны гандбола вполне дадут фору молодежи. Первый тайм – спортивная встреча профессионалов была напряженной и состояла из комбинаций и красивых голов. К перерыву минская команда оторвалась в счете и во втором тайме смогла завладеть преимуществом. 31-37 в пользу Минска, атаков счет первой игры фестиваля. Мы уже играем с ними не первый год, результаты различные у нас бывают, но сегодня так получилось. Сегодня выиграл Минс, сильнейший выиграл. Конечно, мы не становимся быстрее, мы не становимся сильнее, но азарт, который был в душе в молодости, остается до сих пор. А значит, любительским играм быть они держат в тонусе и не дают расслабляться. А в этот вечер поигравших не было. Брест – май гандбол. Это победа для всех, кто любит ручной мяч. София Бережная, Сергей Матвичук, телерадиокомпания «Брест».